Итак, мы продолжаем работать с нашей таблицей Books, и сегодня этот урок будет покороче. Мы будем рассмотрим логические операторы, операторы сравнения, а также попрактикуемся некоторыми задачами. Еще один момент, на который я хотел бы обратить внимание, именно на формат записи написания кода. Кроме форматирования в виде отступов, о которых мы говорили в предыдущем уроке, стоит просто придерживаться некоторого стиля, что все операторы, будь то select, from, order by, limit, of set и другие операторы, которые мы будем изучать далее, они записываются большими буквами. Это сделано для того, чтобы проще читать код и отделять действительно ключевые слова, которые используются в SQL, от названий таблиц, названий слов, псевдонимов и тому подобное. Прежде чем приступить к теме операторов сравнения, напомню, что мы можем добавлять новые столбцы в таблице, не изменяя саму таблицу. То есть запросы будут содержать новые данные только в результате выполнения нового нами запроса. Как я уже говорил о типах данных, они бывают разные. То есть, допустим, бывает вот integer – это целочисленные значения, у которых нету точки. Текстовые – это те, которые хранят в себе, собственно, любые названия. Нумерик – это те, которые содержат в себе значения с плавающей точкой. И также есть значения, которые называются timestamp. В значениях timestamp отображается, как правило, и дата, и время. Также могут быть значения с часовым поясом и без него. Когда мы вывели все данные, мы, например, можем также добавить столбец, который, допустим, будет выводить нам какую-либо текстовую строку. Стоит обратить внимание, что в SQL текстовые значения, они берутся в одинарные столбцы. В то же время, когда мы пишем какие-то псевдонимы для столбцов, они могут писаться в двойных кавычках. И двойные кавычки, как правило, используются, когда у нас имя содержит пробел. Потому что по умолчанию пробел оно не может содержать. Иначе это может вызвать ошибку при выполнении запроса. Сейчас посмотрим это. То есть мы, например, можем добавить некий столбец, который просто рядом добавит некое значение. Пусть это будет тест. И мы нажмем выполнить. Обратите внимание, звездочкой мы выводим сначала все столбцы из текущей таблицы, которые существуют, а далее добавляем новый столбец, который мы хотим видеть. На самом деле ничего особенного. Мы просто добавили столбец, который практически не несет нам никакой ценности, потому что значения абсолютно одинаковые во всем столбце тест. И мы не задали псевдоним, что мы можем сделать. И вот тут, допустим, используются двойные кавычки. Например, мы можем задать название TestColumn. И нажать выполнить, и мы видим, что у нас теперь столбец называется TestColumn. Обратите внимание, что если мы уберем двойные кавычки, то у нас запрос может не выполниться, потому что у нас идет пробел, и SQL может не понять, что же на самом деле означает column. В данном случае у нас может тест означать это название самого столбца, далее идет пробел, и без каких-либо опознавательных знаков идет какое-то написание column, который SQL не понимает, что это. Поэтому выдается синтактическая ошибка. При этом нам псевдоним не нужно брать двойные кавычки, если мы поставим, например, нижнее подчеркивание. Что же касается операторов сравнения, давайте приведем другой пример. Например, нам нужно вывести из таблицы title, название книги, язык, на котором издана книга, а также нам нужно создать некий третий столбец, который будет проверять, является ли у нас книга, написана ли книга на языке N, то есть на английском. В данном случае мы пишем вот такое вот значение, пишем равно, в данном случае мы пишем в кавычках одинарных значения N, потому что это текстовый тип данных, и ставим псевдоним, например, EnglishBook. Только кавычки убираем. В данном случае у нас пробела нету в названии, поэтому можно текстовый тип. Если бы был пробел, нам бы нужно было взять двойные кавычки. Итак, выполнили наш запрос. Это первый оператор сравнения, и что же мы на самом деле видим? В операторах сравнения возвращается только два значения, либо true, либо false. То есть, проще говоря, true – это да, а false – это нет. Соответственно, идет сравнение построчно с каждой строкой. То есть мы видим, что N на самом деле равняется N, и мы возвращаем true. А вот EMUS уже не равняется N, и, соответственно, возвращается false. Какие у нас еще могут быть запросы? Выведем название книги, количество страниц в ней, и добавим еще новый столбец, который будет проверять, является ли значение в столбце N, нам, пей, больше, например, допустим, 652. Мы вывели первое значение. Пишем все в доним. Нажимаем «Выполнить». Обратите внимание, что 652 мы не берем в кавычки, потому что сам тип данных изначально числовой, а числовые данные не берут в кавычки. И в результате у нас получается тип boolean. Boolean тип – это тот тип данных, который возвращает либо true, либо false, то есть либо да, либо нет. И обратите внимание, что у нас в первой строке идет значение 652, и мы говорим, что 652 не больше 652 – это действительно так, потому что на самом деле они равны, и поэтому мы получаем в ответе false. Но мы можем написать еще другой пример, где указать другой оператор сравнения в комбинации – это больше или равно 652. И дадим вот такое название этому оперу. И теперь действительно у нас возвращаются другие данные, и мы говорим, что 652 в данном случае либо больше, либо равно 652. и нам возвращается true. Добавим еще один столбец, например, averageRating, который у нас изначально идет в таблице. Получим вот такой вот результат. И еще выведем столбец averageRating, в котором мы будем смотреть, что значение, допустим, меньше, чем, допустим, значение 4.38. В данном случае, если мы попытаемся задать такой псевдоним, у нас выдастся ошибку, потому что у нас идет точка, и это нарушает симпатизм написания правильности запроса. Поэтому мы берем двойные кавычки и получаем вот такой вот результат, где в новом столбце, где все значения, которые меньше, чем 4.38, будет возвращаться значение true. И можем добавить еще, например, один столбец, где аналогичный оператор, только меньше или равно, допустим, 3.74. Получаем результат. На этой теме более детально не будем останавливаться. Я показал, как работают операторы в сравнении. Разве что стоит упомянуть еще один оператор, который означает не равно. Допустим, мы хотим вывести авторов, но еще мы хотим вывести авторов, которые не равны значению Joan Rowling. И данный оператор в сравнении обозначается как знак восклицания равно, то есть противоположный оператору равно. И сейчас, если мы выполним, у нас появился такой вот столбец Node Rowling. И обратите внимание, что у нас действительно дословное сравнение идет. То есть, несмотря на то, что есть автор, который Joan Rowling, но вместе с авторством другой, другого человека, то мы все равно получаем в ответе true, что означает, что автор не равен Joan Rowling. Либо этот оператор еще может обозначаться вот таким вот значением. Это то же самое и равносильно. Эти операторы могут принести пользу, например, комбинации с сортировкой. Выведем только, например, название книги, средний рейтинг, который меньше или равно 4.38. При этом также выведем обычный рейтинг. Что у нас получится? И добавим теперь сортировку. Order by. В данном случае мы сортируем по третьему столбцу. И по умолчанию тут идет, конечно, по возрастанию. В этом удобство в том, что сначала у нас выводятся те книги, у которых рейтинг больше, чем 4.38. В данном случае false. И только в самом низу уже мы видим, начиная с 70-й строчки, мы видим все книги, у которых рейтинг меньше, чем 4.38. Теперь решим несколько задач. Для этого вернем нашу заготовку вывода всех данных. Например, у нас будет такая вот задача. Напишите запрос, который получает сумму всех оценок, которую можно посчитать путем средняя оценка умножена на количество оценок. В данных уроках все задачи будут разбираться. При этом, если вы видите такие задачи и хотите решить задачу самостоятельно, попробуйте поставить видео на паузу и решить самостоятельно. Если что-то не будет получаться, вы можете продолжить просмотр видео и сверить решение, которое рассматривается в видео, с вашим решением. Итак, в данном случае у нас уже прямая формула есть, которая рассчитывает сумму всех оценок. То есть мы видим, что данному автору оценку 4.57 дали свыше 2 миллионов человек. Поэтому что мы можем делать? Мы можем average rating умножить на количество оценок. Опять-таки, мы не говорим сейчас о каком-то логическом смысле, которое позволяет решить данную задачу. Наша задача пока все-таки разобраться в том, как все-таки работает SQL. Допустим, мы назначаем псевдоним, например, Great оценка. Нажимаем выполнить запрос. Опять-таки, я неправильно написал название столбца. Исправляем. И получаем вот такие вот значения. В данном уроке мы уже не будем рассматривать логические операторы. Их лучше будет рассмотреть, когда мы будем рассматривать тему фильтрации в следующем уроке с помощью оператора VA. Там-то это действительно будет намного более нагляднее. И там мы сможем разобрать больше практических примеров по решению задач. При этом при желании вы можете сами сейчас себе придумывать какие-то задачи, играться с запросами, и чтобы понять, как они действительно работают. Увидимся на следующем уроке. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok